Лыжероллерная трасса получилась на славу. Такой вердикт выносят все, кто успел провести здесь тренировочный заезд. Среди тестировщиков и легенды биатлона. Накануне они проводили мастер-класс для начинающих спортсменов и успели оценить все преимущества новой трассы. А также отметить, что при наличии хороших тренеров, биатлон в Гомеле будет развиваться семимильными шагами. Есть дети, есть желание, стремление. Поэтому результат должен в конечном итоге получиться очень хороший. И я надеюсь, что в ближайшем будущем гомельские спортсмены смогут выступать также на первых международных соревнованиях детских, которые будут проходить в каких-нибудь из стран. Протяженность трассы 1 километр, ширина 4 метра. Расположена она на берегу Грибного канала. Биатлонный комплекс включает также стрельбище на 24 мишени. Впервые использована не традиционная система, а разработка Гомельского домостроительного комбината. Специальные стеновые панели с необходимым покрытием и отделкой для размещения мишеней. Напротив трибуны, рассчитанные на 500 зрителей. По краю трассы установлено видеонаблюдение и освещение, что позволит сделать тренировки комфортными и безопасными как в дневное, так и вечернее время. Комплекс, к слову, был построен всего за два месяца. Итоговым результатом остались довольны все. Конечно, замечательный комплекс получился. Я хотел бы сказать большое спасибо и властям области, властям города, а также строителям за то, что сделали такой замечательный подарок детям, биатлонистам. Я хочу сказать, что здесь не только биатлон будет пользоваться этой трассой, потому что это действительно замечательно. И для грибцов велотренировку сделать, но, конечно, основной это биатлон. То, что разработано такое стрельбище, замечательно. Я думаю, что этот опыт будем брать и в остальной республике. На церемонии открытия председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей отметил, очень приятно, что появление трассы совпало с принятием указа президента, согласно которому школьники и воспитанники спортивных школ на подобных объектах смогут заниматься бесплатно. В регионе сейчас два отделения биатлона – в Жлобине и Гомеле. Если в городе Металургов лыжероллерная трасса раньше существовала, то областной центр был практически обделен инфраструктурой. И потому появление подобного комплекса должно в значительной степени повлиять на развитие биатлона. Также трасса не будет закрыта и для обычных любителей спорта. Режим работы для посетителей с 8 до 22 часов. Все оборудование можно будет взять на прокат. Комплекс находится в центре города. Аналогов комплекса нету именно вот в данном ключе, потому что обычно все такого рода объекты строятся далеко за городом. И здесь, благодаря тем изменениям, которые в законодательстве произошли, позволили проектантам и строителям возвести этот замечательный объект здесь, в центре города Гомеля, что своеобразно будет, мне кажется, складываться в том числе и на его заполнении и эффективном использовании. Только завершилась церемония открытия биатлонного комплекса, как началась подготовка к официальным стартам. Примерно через час начался первый этап Кубка Белорусской Федерации Биатлона. Он собрал спортсменов со всей страны. Всего около 150 участников. Среди них спортсменка из Жлобина Виктория Мельник. Ее путь в спорте только начинается. Желание связать свою жизнь с биатлоном возникло год назад. Я была в классе. У нас был белорусский язык. Зашел мой тренер и сказал, ну, дал нам записочки, сказал, если хотите приходите, мне понравилось. Ну, я пришла на первую тренировку, мне понравилось на роллерах. И, в итоге, я пришла сюда. А вот Никита Самсонов на соревнованиях такого уровня в третий раз. Пока высокими результатами похвастаться не может, но уверен, что большие победы впереди. Возможно, начало им будет положено на новой лыжероллерной трассе в Гомеле. Трасса хорошая. Я уже попробовал на роллерах покататься. Тоже хорошо. Стрельбище тоже хорошее стрелять можно. А для Александры Рылко эти старты и вовсе знаменательные. Соревнования проходят в ее 17-й день рождения. Девушка параллельно занимается двумя видами спорта. Приоритет пока отдает биатлону. В биатлоне мне больше нравится стрелять. Даже если у меня не получается, это круто. Подъезжаешь к дневному рубежу. Эти подготовки, все. Это нравится. У белорусского биатлона большое будущее. Есть хорошая инфраструктура, тренерские кадры и стремление молодых ребят покорять спортивные высоты. Но, безусловно, основа любого будущего – это сохранение истории. О великих достижениях белорусского биатлона говорили в общественно-культаре. В зале прославлены спортсмены и тренеры. Каждый из них внес весомую лепту в развитие и популяризацию этого вида спорта в нашей стране. Мы пригласили ветеранов нашего биатлона отдать им должное. Действительно, наш биатлон за последние годы вырос. И, конечно, это заслуга их. Мы их сегодня пригласили почествовать, сказать им большое спасибо. И показать вот с этим открытием стадиона, да, нового, с проведением соревнований, что их дело живо, оно будет продолжаться и будущее у нашего биатлона есть. Несомненно, есть. Я в этом уверен на сто процентов. Кульминацией вечера стало вручение нагрудных знаков за вклад в развитие биатлона, а также презентация книги «Белорусский биатлон. 60 лет». Дмитрий Котов, Игорь Морищенко. Новости недели.